Базар 22 представляет Добро пожаловать на канал Базар ТВ, точнее БЗРТ номер 1. 17 сентября 2018 года, тот самый день, когда Базар ТВ, а сейчас это БЗРТ на Ютьюбе, исполняется 5 лет. И это отличный результат для бывшего Базар ТВ, который сейчас БЗРТ на Ютьюбе, можно сказать, чего не может не радовать. А ведь 17 сентября 2013 года, началась моя карьера на Ютьюбе, начиная с появления канала Базар ТВ и моего первого видео. Правда, в не очень хорошем качестве было и не очень понятно, но, тем не менее, 5 лет БЗРТ на Ютьюбе, это уже реальность. Так что, с большим праздником. В этом видео я хочу рассказать о Nokia 220. Это, по сути говоря, первый телефон Nokia на Mediatek, точнее на Nokia CS30 Plus под Mediatek. С разрешением экрана 240 на 320 пикселей. И это уже после покупки корпорации Microsoft, это уже реальность. Вот так выглядит упаковочка, ещё в синем цвете. Вот его краткие технические характеристики. В нашей стране голубой цвет не продавался, как по мне, обидно. Так как голубой цвет я тогда привык с детства и до сих пор как память, так и, можно сказать, Синий цвет, можно сказать, тоже красивый, хоть и молодёжный, но, тем не менее. Единственный нюанс. Вот в комплекте были сам телефон, аккумуляторная батарея на 1020 мАч, БА5C, документация, зарядное устройство с microUSB, гарнитура. Вот вроде гарнитура была на двухсимочных версиях Nokia 220, В односимочной версии почему-то исключение. Это очень странновато, когда я сам покупал вот именно односимочную версию, У меня как раз односимочная версия Nokia 220 на одну сим-карту. Гарнитуры не было в комплекте. Вот так выглядит его родная упаковка. А вот как открывалось. Здесь лежал сам телефон. Вот его документации. Так вот покажу, больше ничего такого сверх... Сверх, естественного, практически нету. А вот сам аппарат. Вот так вот выглядит. В чём отличие? Вот в чёрном цвете глянцевая клавиатура. В остальных, даже в ярких цветах, там матовая клавиатура. То есть клавиатура была из матового пластика, а здесь глянец. И это основное отличие от других цветов. Вот так вот выглядит Nokia 220, чем-то похож на Nokia 106, 107, 207 и 208. Своевременные эти телефоны такие были. А тут получается 220 Nokia в таком исполнении, но уже на китайском медиатеке. На передней части находится разговорный динамик. Экран 24 дюйма, 240 на 320 пикселей. Клавиатура из пластика. Снизу микрофон, на нижнем торце ничего нету. Сбоку ничего нету. Хотя под задней крышкой вот здесь располагается слот для карты памяти. Потом покажу на всякий случай. На верхнем торце это у нас микро-USB разъём для зарядки и подключения к компьютеру. Также есть фонарик и 3,5 мм аудио разъём для наушников. Сзади выглядит вот так. Это камера на 2 мегапикселя. Очень простенькая камера. Плюс ещё динамик посредственный, но тем не менее громкий. Специальный выступ, чтобы когда телефон езжал на стоя, звук не приглушался. Но это проверим. Под задней крышке. Вот такая вот форма лодочки, можно сказать. Ещё звонкая крышка. Так вот. Вот в таком виде выглядит. Вот его родной аккумулятор. Совместимый Б5С. Ёмкость 1100 мАч, как указано. Но это, можно сказать, и 1020 мАч. Но это вполне себе совместимый аккумулятор. По аккумуляторам там слот для сим-карты обычного старого образца, так называемый мини-сим. Вот сбоку о том, что я говорил. MicroSD можно поставить. Это очень удобно на самом деле, поскольку здесь горячая замена карты памяти. Как обещает производитель, до 32 гигабайт. Это уже типично для Mediatek. Mediatek. Закрываем заднюю крышку и включаем данный телефон. Загорается Nokia. Nokia 220 сам. Что ж, вот так выглядит его родной рабочий стол. Конечно, я изменил, но тем не менее. Его подсветка выглядит вот так. Блокировка клавиш осуществляется таким образом. Кнопка сброса вызова. Блокировка клавиатуры. Так выглядит экран блокировки на кнопочном Nokia 220. Чтобы разблокировать, нужно снова на эту нажать, потом снова на эту нажать, на клавишу сброса и снять блокировку. Всё. Довольно-таки своеобразная блокировка клавиатуры. Попробуем проверить разговорный динамик на максимальной громкости. Если из меню зайти в диктофон, можно записать разговор. Довольно-таки просто и понятно. Что касается фонарика, два раза нажимаем вверх на навигационные клавиши, а ведь навигационная клавиша Nokia сохранилась. Загорается фонарик. Из категории подсветить что-то, но можно. Достаточно яркий. Хоть он тусклый, но достаточно яркий. Типично для кнопочных звонилок. Отключаем один раз. Вверх нажимаем. Навигационные клавиши. Фонарик отключился. Что ж. Пора посмотреть на главное меню. Кстати, есть отличие, если кто не знал. В односимочной версии доступ к радиоприёмнику. В то время как на Nokia 220 DualSIM там две сим-карты. Что ж. Смотрим меню. Меню выглядит таким образом. В первую очередь идёт журнал вызовов. Пропущенные, полученные, набранные и очистить. Контакты здесь. Типичные, простейшие контакты. Здесь, по сути говоря, назначить ничего нельзя, кроме картинок, естественно. Новый контакт, телефон, имя, телефон и номер. А если вверх поднять, то это выбор картинки из памяти телефона или карты. Ну, на всяком случае, из памяти телефона, если она всегда. Ну, и с камеры можно выбрать. Параметры здесь. Память телефона и сим-карта. Номер голосовой почты. Размер шрифта. Состояние памяти. Тут можно хранить до 1000 контактов в памяти телефона. Записной книжки. Музыкальный проигрыватель. Музыкальный проигрыватель выглядит таким образом. Все композиции, избранные композиции, полученные, добавить в избранные, использовать как сигнал, параметры здесь, смущенный порядок и повтор. Все композиции. Давайте выберем вот это, две проверки. Музыкальный проигрыватель. Музыкальный проигрыватель. Можно сворачивать. Выглядит вот так. А если блокировать, то выглядит примерно так же. Перемотка поддерживается. Что касается радио, давайте подключим гарнитуру в Nokia 220 и проверим, как это выглядит, как это всё работает. Радиоприёмник, в принципе, простой, но есть одно маленькое но. Причём очень хорошее но. Есть возможность записывать фрагмент радиостанции. В формате ВАВ. Гламкая связь. Можно при необходимости записывать фрагменты радиостанции. И всё это сохраняется в формате ВАВ, как это вы видите. Всё. Радио выключено. Также можно, кстати, сворачивать. Что касается будильников. Тут пять будильников. Включить. Изменить. Здесь время. Дни повтора. Название сигнала. Сигнал будильника. Интернет здесь. Обычный Nokia Express, который не работает. Ну вот, например, в это зайдём. Создание защищённого подключения. Ну, соединения не будет. Не работало даже после того, как я покупал в феврале 2016 года вот этот вот телефон. Насчёт интернета, это под вопросом. Интернетом на кнопочных устройств не совсем-то и пользуюсь. Зачем он нужен? Зато есть поисковик. Яндекс, Бинг, Гугл. Было такое качество изображения. Сохранить, очистить, порой удалить. Яичные данные. Справка о программе. Nokia Express 1.3.0.7.23. Но... Nokia Express работать больше не будет. Сервера уже кануевлету. Сообщение, кстати... Защу... Фух, слава богу. Яичных данных нету. Ну вот, пожалуйста. Например, МЧС. Ну вот так выглядит сообщение в таком виде. А это в таком виде. В виде чата, можно сказать, списки, рассылки, параметры, сообщения, общие параметры. Здесь размер шрифта, обычный крупный шрифт, шаблоны, улыбочки, фильтрации номеров. Неполноценный чёрный список. СМС. В таком положении ММС есть. Сообщение оператора. Запрещённые сообщения это то, что присылаются номера из списков запрещённых сообщений. Точнее, фильтрации номеров. Ну, в том, что номера из чёрного списка, которые занесли. Вот то, что будут приходить, так это запрещённые сообщения. Оно, в принципе, понятно. Кстати, насчёт меню, функции, список. А в списке можно менять размер шрифта сразу. Facebook, Twitter отпадает. Даже Yahoo, Messenger отпадает. Игры. А остальные отпадут. Хотя работают нормально, я бы показал. Но, тем не менее. Нестерс Файт 6. Блок Прикер. Аренджерс. Мстители. Ассасинс Крид. Моден Комбат. Рео Футбол. Покажу одно предустановленную игру. Змейка. Змейка. Обратите внимание. Змейка. В 240 на 320 пикселей. Тип игры. Классические, современные кампании. Рекорды, настройки. Всё, что вы видите на этом телефоне. Вот так выглядит игра Змейка. На телефоне Nokia. Вот так выглядит Змейка. Покажу Змейку ещё в кампании. Собственно, вот так выглядит Змейка в 240 на 320 пикселей. Камера. Камера, естественно, простенькая. 2 мегапиксия. Кстати, снимает практически неплохо для кнопочного аппарата. Сфоткать расписание довольно-таки можно. Но никаких настроек здесь вы не увидите. Автотаймер. Насчёт видеокамеры. Он в 3GP формате пишет. Вроде того. Но тоже никаких настроек нету. Вроде снимает в 320 на 240 пикселей в таком положении. Тест видеокамеры с телефона Nokia 220. Тест видеокамеры с телефона Nokia 220. И это всё. Чего можно сказать об видеокамере. Фотографии здесь. Можно снимки смотреть, полученные или коррекции. Тут ничего особенного практически нету. В таком положении можно смотреть картиночки. Есть видеопрыгиватель. 3GP. Тест видеокамеры с телефона Nokia 220. Отключить микрофон, а точнее звук. Ударить информацию. И это всё, что есть на Nokia 220. Календарь. Здесь календарь с добавлением событий. Календарь с добавлением событий. И всё. Также есть найти дату. Простейший календарь. Что касается параметра, здесь подключение устройств. Режим Payota. Bluetooth. Мобильные данные для настройки интернета. И выбор сети Bluetooth с сопряжениями. Можно сопрягаться с другими телефонами для обмена данными. Настройки сигналов. Давайте проверим как раз таки динамик. Звучит громко. Громкость мелодии. Сразу можно регулировать. Вибровызов. Вибровызов. Динамик, совмещенный с вибромотором. Сигнал о сообщении. Сигнал клавиш. Сигналы предупреждения. И всё. Настройки дисплея. Здесь фоновый рисунок. Можно выбрать фоновые рисунки. Просматривать и выбирать. Соответственно. А так же свои фотографии. Время подсветки. 10 и 30 секунд. Подсветка не регулируется. Экран ожидания. Размер шрифта. Увендовление. Информация соты. Увендовление о том, что экран ожидания. Здесь грандскрин есть. Можно сказать. Режимы. Каждый может настроить под себя. Дата. Дата. Время. И здесь. Коррекция времени. Часовый пояс. Время. Дата. Тип календаря. Резервная копия. Резервная копия. Создать копию и восстановить из копии. Резервная копия. Всё это на карту памяти создают. Контакты. Фото и видео. Приложения и игры. Это всё синхронизируется. Настройки вызовов. Здесь. Преоденсация. Повторный набор. Ожидающий вызов. Передача своего номера. И транс номеров. Дальше. Настройки телефона. Здесь. Вот такие вот языки. Настройки блокировки клавиш. Автоблокировка. Код блокировки клавиатуры. Защитный код. Стандартно. 1, 2, 3, 4, 5. При необходимости можно сменить. Просит защитный код. И всё. И так каждый раз будет запрашивать. Для безопасности. Приветствуем можно задать своё. Здесь. Сохранить и удоить. Подтверждать запросы услуг. Это касается меню сим-карты. Настройки стоимости. Мобильный таксофон только есть. С учётом времени. Ограничено. Аксессуары. Настройка наушники. Настройки защиты здесь. Запрет вызов. Это зависит от оператора. Закрытая группа оппонентов. Защита телефона. Включить и выключить. Изменить коды. Запрос пин-кода. Изменить пин-код. Изменить пин-два-код. Разрешённые номера. А изменить коды. Это защитный код. И порой запрета. Вызовов. Отзыв для Nokia. А также восстановить стандартные настройки. Насчёт отзыва для Nokia я сомневаюсь, конечно. Но, тем не менее, так и было. Калькуратор. Отдельная функция. Точка решётка. Отрицательное число звёздочка. Диктофон. Диктофон пишет в формате WAV, но в телефоном качестве. Раз, два, три. Проверка диктофона с телефона Nokia 220. Проверяем. Раз, два, три. Проверка диктофона с телефона Nokia 220. Дополнительно есть таймер обратного отчёта. С заметкой для таймера. Часы, минута. Секундомер выглядит вот так. Фонарик можно включить из меню. А так же конвертер. Преобразования ещё не было, но я не пользовался практически. Если бы пользовался там в последние пять, это последние использованные. А так температура, вес, длина, всё, что есть на этом телефоне. Телефоне. Файлы. Здесь карта памяти телефона. Что касается памяти телефона, тут всего 4,6 мегабайт. То есть, что можно делать с этим телефоном. Можно закидывать какой-то свой звонок на телефон, можно сказать. Ну и картинку, естественно. Чтобы оставить навсегда в памяти. Однако, при необходимости, можно расширить при помощи карточки памяти. Соответственно, вот так выглядит папка с файлами. Счётчики. То, что касается данных. Вызов, смс, ммс, счётчики. Сколько тут. И услуги сим-карты. В зависимости от вашей сим-карты. Всё, что есть на этом телефоне. В двухсимочных версиях, там в меню, там две активные сим-карты. Это продессация между двумя номерами. Но я не рекомендую это делать. А ещё два пункта, меню сим-карты. Но это всё зависит от ваших сим-карт. Хотя, какая разница, что двухсимочная версия, что односимочная версия. Что касается корпуса. Он, конечно, скрипит. По крайней мере, мой экземпляр так. У кого-то не скрипит. У кого-то наиболее удачно Nokia 220 Dual SIM. Но, тем не менее, это так. Но я всё-таки выбрал односимочную версию. Потому что, нафига мне две сим-карты. Хотя у меня в данный момент, у меня несколько номеров важных. Хотя, думаю, всё можно делать дальше. Ну а так, такой уж телефон Nokia 220. В таком пункте есть громкость. Bluetooth включить-выключить. Но это влево-вправо передвигается. И выключить телефон. А можно так, нажав и удерживать вот эту клавишу выключения-включения. И выключается данный телефон Nokia 220. Довольно-таки красивый телефон, можно сказать. За 3000 рублей. Насколько я помню. Но... Хоть это не та Nokia. Как вы, наверное, уже знаете. А ведь телефон был выпущен в 2014 году впервые. Но по сравнению с Nokia 108, 220 там немножко нафаршировано. А уж тем более, 240 на 320 пикселей. Плюс ещё, извините меня, фонарик. Но это, конечно, достоинство времени. Плюс ещё... FM-радиус возможности записи. Nokia 220. Довольно-таки... Телефон... Хоть и нормальный, но это, опять же, не та Nokia. Но звонить с него так же можно. Хотя динамик расположен как-то странно. Динамик расположен как-то странно. То и сзади, то и спереди. Непонятно, как звучит. Но всё-таки слушать смогу. Да и микрофон достаточно... Громкий. В таком положении Nokia 220. Потом, после этой модели... Тут такой телефон существовал, как Nokia 225. Он, конечно, тоньше, а экран больше. Точнее, диагональ. 2,8 дюймов. И это, довольно-таки, другой результат. Ну, на этом всё. Ещё раз. 5 лет Базар ТВ. Точнее, БЗРТ на Ютьюбе. С большим праздником. На этом всё. Всего хорошего. Оставайтесь с нами вместе с Тией каналом Базар ТВ. А точнее, БЗРТ номер 1. Всего хорошего и до свидания. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...